17 июля в скромный дом на улице Дыбенко приходят те, кому дорога история города-героя. Люди идут в гости к человеку, ставшему частью этой истории. 30 октября 1941 года Севастопольское военно-морское училище береговой обороны в полном составе приняло страшный бой с превосходящими силами противника. В голом поле под Бахчисараем сражался и Александр Романович Глушаков. Их было 1111, и каждый десятый погиб. Все тёплые слова, сказанные друзьями в день рождения, Александр Романович просит адресовать и ребятам, которые навеки остались молодыми. Севастопольцев, моряков, корабельных и береговых артиллеристов, которые сломали хребет фашистскому зверю и позволили нам иметь радостную и счастливую жизнь. Сегодня в городе Герои Севастополя осталось только двое участников того первого страшного боя. Это наша история, наша память и наша гордость. О том, насколько дорога эта живая память, говорит председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Борисовна Алтабаева. Это удивительно, правда, что был 1941 год, и Александр Романович защищал Севастополь. И сегодня он об этом может нам рассказать. И это просто уникальное совершенно явление в нашей жизни. Поэтому, Александр Романович, это очень важно, то, что вы делаете для Севастополя. У Александра Романовича Глушакова два сына, шестеро внуков и два правнука. Внучка гордится тем, что носит фамилию деда. Для неё это честь и большая ответственность. Дедушку моего, Александра Романовича Глушакова, знают очень многие в городе Севастополе. И поэтому он приходится соответствовать данному статусу. Приходится всегда быть на высоте, быть всегда первой, добиваться самых лучших поставленных моих целей. Я очень благодарна, что я родилась именно в такой семье, что мой дедушка такой замечательный и великий человек. Я очень его люблю, я очень его ценю и поздравляю его с этим прекрасным, замечательным, знаменательным днём. Александр Романович Глушаков любит общаться с молодёжью. Он верит, что сегодняшние ребята так же чисты душой и преданы Отечеству, как и те, кто встал за Севастополь в 41-м. От всей души пожелаю, чтобы они росли крепкими, здоровыми, по-настоящему учились жизни, уважали старших и всегда имели успехи везде, во всех делах, только без войны. Чтобы над ним всегда было мирное небо нашей счастливой Родины. Елена Анисимова, Андрей Вовк, Севанформбюро.